Привет друзья, ставим лайк и поехали! Мудрецы древности считали, что человек обязан знать семь поколений своих предков. Это определяет многие черты его характера и в некоторых случаях дает возможность приоткрыть тайны судьбы. Семь поколений предков, безмолвно стоящие за спиной каждого из нас, выглядят как крылья сказочной птицы. В тебе есть частичка каждого твоего предка. Каждый из них жил для того, чтобы когда-то появился ты. Птица рода. Знаешь ли ты, кем были твои предки, как их звали, как сложились их судьбы? Традиция знать и чтить своих предков, позабытая в наши дни, была хорошо известна предыдущим поколениям. Родовое дерево Фарвахар и связанный с ним культ предков – основополагающий принцип зарастризма, одной из древнейших религий, возникшей на территории современного Ирана задолго до появления иудаизма, христианства и ислама. Фарвахар изображался в виде диска с крыльями, в центре которого располагался сам человек, то есть живущий в данный момент на земле потомок рода. Из этой точки в разные стороны расходились ветви родового дерева – предки данного человека. Всего получалось семь уровней. Представить и описать семь колен дерева Фарвахар довольно просто. Выглядят они следующим образом. Первое поколение – я сам живущий ныне. Второе поколение – мои родители в количестве двух человек. Третье – мои бабушки и дедушки, четверо. Четвертое – прабабушки и прадедушки, восемь. Пятое – прапрадедушки и прапрабабушки, шестнадцать. Шестое – деды-прадедов, тридцать два. Седьмое – прадеды-прадедов, шестьдесят четыре персоны. Конечно, сейчас мало кто знает всех своих предков до седьмого колена, но для людей в древности это знание имело колоссальное значение. Недаром же в России в средние века и более поздние времена люди из аристократических кругов так много времени и сил отдавали подтверждению своей родословной. Это позволяло подтвердить чистоту крови, а также доказать правомощность претензий на родовое богатство. Поколение номер один. Наши отец и мать связаны с Луной, спутником Земли. Поколение номер два. Наши бабушки и дедушки. Четыре человека. Со вторым поколением связана планета Меркурий, в ведении которой находятся сферы общения, обучения, обмена информацией. От бабушек и дедушек мы перенимаем интеллектуальные возможности, способности к восприятию, таланты, многие поведенческие особенности. Поколение номер три. Прадеды и прабабушки. Восемь человек. Это поколение находится под небесным покровительством Венеры, большой цикл которой составляет восемь лет. Прадеды и прабабушки считаются хранителями гармонии и равновесия. С Венерой связаны такие понятия, как любовь, радость жизни, привязанность к материальным благам. Поколение номер четыре. Прапрадеды и прапрабабушки. Шестнадцать человек. С четвертым поколением соотносится планета Марс. Покровитель силы воли, энергии, пассионарности, способности побеждать, добиваться поставленной цели. Безволие, трусость или же жестокость, немотивированная агрессия могут быть продолжением греховности предков четвертого поколения. Поколение номер пять. Родители наших прадедов. Тридцать два человека. Пятое поколение связано с Юпитером, планетой власти, авторитета, духовности и мировоззрения. Это поколение может стать для нас связующим звеном в цепочке передачи традиций, заповедей, истинных знаний и учений. Поколение номер шесть. Деды наших прадедов. Шестьдесят четыре человека. Шестое колено влияет на положение в обществе, социальное возвышение. Поколение номер семь. Прадеды наших прадедов. Седьмое поколение определяет то, что называется фатумом или судьбой. Вот поэтому и важно знать своих предков именно до седьмого колена. В нем отображено наше настоящее и будущее. Заслуги предков идут во благопотомков и могут стать прекрасным примером для выбора правильного развития личности. Почаще вспоминай о том, сколько предков стоит за твоей спиной, как они горды тем, что их род продолжается и как каждый из них щедро наделил тебя своей силой и духовным богатством. Сила рода помогает нам справляться с неприятностями и преодолевать житейские невзгоды. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.